Всем привет! Меня зовут Аня и мне очень приятно, что вы кликнули на это видео и заглянули на мой канал. Это канал о комнатных растениях. Здесь я делаю обзоры тех или иных своих растений, показываю пересадки, какие-то влоги. Иногда делаю обзоры магазинчиков растений и прочих других пространств, связанных с этой темой. Поэтому, если вас интересует подобный контент, обязательно подписывайтесь на мой канал. Сегодня видео я хочу посвятить обзору всех-всех моих растений. Подобное я снимала в августе прошлого года и за эти месяцы, конечно, много изменений произошло, поэтому мне есть что вам показать новенького. Покажу как удачи, так и неудачи. Все, в общем, без прикрас и без утаиваний. Сейчас у меня дома находится где-то примерно 100-110 растений. Я при подсчете немножко округлила в меньшую сторону. Среди вот этих вот 100 растений есть как крошечные совсем экземпляры, так и более крупные. С нетерпением жду ваших лайков, ваших комментариев. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочку на него оставлю в описании под этим видео. Желаю вам приятного просмотра. Давайте скорее начинать! Субтитры сделал DimaTorzok Я решила начать сегодняшний обзор с кухни. У меня здесь два таких основных пространства, где располагаются растения. Это полки, на фоне которых я сейчас стою. И также у меня еще есть деревянный стеллаж, и там тоже несколько полок с растениями. Немножко еще на подоконнике, и так точечно на кухонных шкафчиках. И начнем мы наш обзор со стеллажа. Ну что, первое растение, которое я вам покажу, это Хоя. Хоя краниана Black Leaves. Вот такие у нее мелкие листочки, темно-зеленые, уходящие даже в черные. Люблю на самом деле растения с такими вот темными листиками. На них, конечно, очень хорошо видна пыль. Но я считаю, что это такое небольшое неудобство, которое можно перетерпеть. Такая вот Хоя. Так, следующий у меня тут Сингониум Распатриколор с непростой судьбой. Если вы давно подписаны на меня, то знаете, что в течение нескольких месяцев у меня не было возможности самой ухаживать за растениями. Часть из них пострадала. Но этот Сингониум, к счастью, переукоренен и все черенки более-менее хорошо себя чувствуют. Он, кстати, вот уходил в такой розовый. Такое тоже с ним приключается. Но сейчас все листья новые, они прям вот такие вот пестрые. Тут и розовый, и кремовый, и зеленый. Все, в общем, на месте. Так, следующее. Это еще одна Хоя. Хоя Полинейра. Многожильчатое, по-моему, это переводится. Вот, действительно, вы можете видеть, что на этой плете у нее прям листики очень-очень такие выразительные, с большим количеством прожилок. Очень симпатично смотрится. Вот совершенно новые как раз-таки, кстати, листики. Тоже очень хороши. И это вот первая плеть. И мне нравится, что здесь вот тоже какая-то точка роста активизировалась. Надеюсь, что она у меня будет погуще расти. Следующая Хоя с этого стеллажа. Это очень супер просто популярная Хоя Аустралис Лиза. Вот, мне нравится, что она такие стала у меня прям крупные лопушки выдавать. Очень классные. Такая вот Хоя. Молоденькие листья появляются прям практически красного цвета. Такие они насыщенного такого оттенка. И со временем уходят в какой-то такой зеленовато-кремовый цвет. Следующее растение это мной супер проблемный, думаю, как и у большинства людей, не имеющих витрины. Филодендрон меланахризум. Он, конечно, нуждается в повышенной влажности. Иначе он начинает портить листья. Хотя, конечно, может существуют какие-то секреты, как его выращивать в обычных комнатных условиях. Но я этих секретов не знаю. Вот, поэтому пока он у меня выглядит вот так. Бывает, что более-менее приличный лист выдаст, но следующий снова портит. По соседству с ним такая крошечная совершенно сенсиверия. Я не помню название, потом стараюсь подписать. Ее мне подарила Елена, которой я как-то ходила в гости и снимала обзор ее растений. Так, еще один филодендрон, которому я, наверное, сегодня уделю довольно много внимания. Потому что у него тоже длинная история. Я его купила в свое время небольшим черенком. Но я тогда не очень хорошо разбиралась в том, как выбирать варегатные растения. У него был один лист вот такой пестрый. И остальные просто вот такие вот салатовые. Короче говоря, он ушел полностью в салатовый. Долго у меня не рос, потом как-то все-таки дело сдвинулось с мертвой точки. Но пока меня не было, его засушили, пришлось переукоренять. Я, кстати, решила на нем поэкспериментировать и посадила его на полугидропонику. Может быть, вы знаете о таком способе выращивания растений. Это мой единственный, единственное вообще растение, которое я пока что вот так выращиваю. Ну, любопытный эксперимент. Корни, кстати, растет, он там очень даже хороший. И вы только посмотрите, последний лист, который он мне выдал, он вот такой. Просто с какой-то образцовой вообще варегатностью. То есть и половинка вот этого салатовый, зеленый и вкрапинку. Короче, идеальный. Еще здесь рядышком есть вот такой черенок. Его мне в подарок привезла Саша. Тоже мы недавно снимали с ней. Саша с канала Пленсахагор. Мы недавно совместное видео с ней делали. Вот. Короче говоря, пока все это выглядит более-менее прилично. И даже как будто бы есть варегатность. Дальше будем смотреть. Еще один варегатный филодендрон. Это розовая принцесса, пинг принцесс. Тоже довольно распространенные. При этом растения, в принципе, ну, я могу сказать, что очень даже интересные. Покупала я его черенком с хорошей пестролистностью. Вот это вот старые листики. Вот такие вот. Потом какое-то время он гнал мне маленькие зеленые. Ну, на самом деле, я понимаю, что ему, конечно, не хватало внимания. Не хватало питания, скорее всего, может быть, и света. Но вот последние листья меня прям очень радуют. Начиная, наверное, с вот этого. Вы можете видеть, что последний он прям, ну, какая-то тоже идеальная для меня варегатность. Когда розового много, смотрите, даже на оборотной стороне. Но при этом довольно много вот этого какого-то шоколадно-зеленого цвета. Мне вот как раз такие листья у розовой принцессы нравятся больше всего. Еще одна хоя с этой полочки. Это хоя калистафилок или мантан. Очень такая графичная, с темно-зелеными прожилками. И лист у него такой тоже приятный на ощупь, особенно молоденький. Ну, по-моему, совершенно беспроблемный. Рядышком с ней довольно, на мой взгляд, необычное растение, которое набирает все большую популярность, мне кажется, сейчас у цветоводов. Это диаскорея дисколор. Интересный способ роста. Вот, вы можете видеть, как она оплетает опору, как какой-то виноград, не знаю. Очень красивые у этой диаскореи спинки листьев. Вот, надеюсь, что вам будет хорошо видно. Они прям такого пурпурного, не знаю, какого-то оттенка. Просто вообще фантастические. Уже ее пора пересаживать. Причем надо этим заняться как можно скорее. Видите, что она просто какие-то гигантские корни нарастила. И совсем крошечный стаканчик. Короче говоря, уже быстро просыхает грунт. Вот, поэтому придется мне ее очень скоро пересаживать. По соседству моя новинка. Это Алаказия Махарани. Тоже очень красивые у нее листья. И оттенок такой какой-то сероватый. И интересная фактура листа. Очень-очень классная. Ну и, конечно, тоже оборотная сторона листа. Именно у Алаказии Махарани. Очень тоже красиво. Надеюсь, так вот будет видно. Такая вот она красотка. Рядом с ней Поли. Алаказии вообще очень сильно пострадали в период моего отсутствия. Поли не исключение. Ее надо было переукоренять. Собственно, более-менее все прошло благополучно. Вот она выдала такой лист. И вы можете видеть, что вот здесь она готовит следующий. Поэтому, в принципе, можно считать, что удалось ее реанимировать. Давайте перейдем к следующей нижней полочке. Первое растение, которое я вам покажу, это Сцендапсус Мунлайт. Очень медленный. Просто-просто не передать словами, как медленно он у меня растет. Но, тем не менее, я уже его умудрилась, успела начеренковать. И подсадила к материнскому растению. Тут несколько черенков. Ну, посмотрим. Не идеальные, может быть, у него условия для жизни. Но он достаточно, на мой взгляд, выносливый, неприхотливый. В общем, такой вот товарищ. Неподалеку от моего Сцендапсуса Мунлайт вот такая вот Хоя живет. Хоя в Айете. Очень мне нравится. Минималистичная, с такой темной зеленой окантовкой. Даже мне кажется, что иногда она мне нравится больше, чем ее варигатная версия. Так. Тут у меня несколько Алаказий. Давайте перейдем к ним. Это тоже супер популярная, распространенная Алаказия Black Velvet. Очень мне нравится этот сорт. Хотя, казалось бы, кто не видел Алаказию Black Velvet, все видели. Но, тем не менее, она мне очень нравится. Ее пришлось переукоренять, потому что тоже она тяжело пережила мое отсутствие. Но сейчас тут вроде все в порядке. Вот вы можете видеть, что корней там более чем достаточно. И очень они такие жирненькие. И лист вроде она тоже потихоньку увеличивает. Это вот самый молодой. Вообще, конечно, молодые листья в нее особенно прекрасные. Такие какие-то коричневатые, зеленые. Очень классные. Следующая просто микро Алаказия. Такая вот крошка. Это Алаказия Вациниана. Тут, конечно, по такому маленькому растению сложно понять, насколько она интересна и прекрасна. Потому что совсем она крошечная. У нее тоже чуть такая бархатистая. Как будто бы какая-то такая поверхность листа. Должна быть вроде как. Хотя есть несколько, я понимаю, разновидностей Вациниана. Но я буду ждать, пока она подрастет. Готовит тоже следующий листик. Короче говоря, вот такая малышка. Еще из недавних и не очень крупных, тоже пока что Алаказии. Моя Алаказия Мело. Вот такие у нее листики. Вот те, которые помоложе, они более светлого оттенка. А старые они более такого темного цвета. Она прям вообще как будто пластмассовая. Вот такая. И она, кстати, является, по-моему, одной из родительниц Алаказии Махарани. Если я не ошибаюсь, Махарани это вообще гибрид от Black Velvet и Мело. Поэтому интересно посмотреть на то, как они тут все рядышком живут. Вот этот вот, можно сказать, небольшой черенок. Это Philodendron Magic Mask Variegat. И вообще растение тоже с приключениями у меня тут живет. Я купила в свое время довольно его крупным. Вот, кстати, посмотрите. Это низ от него. Вот такие у него были большие листья. И, короче говоря, он ушел в зелень. Я вот эту макушку срезала. И после этого маска выдала мне вот такой вот суперпестрый, но фактически еще ювенильный лист. В итоге ее тоже засушили, но удалось спасти вот этот маленький макушечный черенок. И вы только посмотрите. О, вообще, удача и счастье. Она, маска эта, выдала мне вот такой просто суперклассный варегатный лист. Вообще, что за везение такое? Я считаю, что это великолепная новость. И, кстати, вот следующий. Она тоже уже тут готовит листик. И он тоже, я вижу, пестрый. Короче говоря, просто вообще красота. Я мечтаю, что когда-нибудь у меня будет Philodendron Magic Mask с крупными резанными такими листьями. И вот суперпестрый. Но посмотрим. Так, еще одна аллоказия с этой полки. Это аллоказия Silver Dragon. Тоже она достаточно такая распространенная. Но мне очень тоже все равно нравится. Ее тоже пришлось переукоренять. Короче говоря, большинство аллоказии пострадали. Но вот это вот три уже ее новых листика. И вот этот самый последний. И он, конечно, уже прям меня очень радует. И тем, что он крупнее. И тем, что он уже более такой пестрый. Ярче уже вот этот контраст прожилок и вот этого серебра на листе. Короче говоря, вроде как тоже все в порядке. Корни тоже вот на месте. Такой вот прекрасный серебряный дракон. Рядышком с серебряным драконом живет мой антуриум. Бесаев. Ну, в общем, я подпишу название, чтобы тут не исковеркать произношение. Очень красивый. Выдал мне домашний лист. Он, конечно, не совсем может быть совершенный. Я только еще ищу подход к этому антуриуму. Но он очень, конечно, красив. И переливается просто чудесно. И зеленый вот этот лист переливается. И который молодой. Он пока еще набирает зелень. Пока еще такой коричневатый. Очень красиво у него вот эти красные ножки. Вот вы можете видеть стволик. Короче говоря, просто классный. Пока он у меня в сфагнуме. Корни прекрасные. Но, возможно, я все-таки его попозже посажу в грунт. Еще один антуриум с этой полочки. Это сильвер блаш. Его сейчас совершенно несложно найти. Довольно он такой распространенный. Вот это последний листик. Ну, в общем, такой пока малыш. Но, мне кажется, о сортовых каких-то его характеристиках рановато еще говорить. Слишком он пока крошечный такой. Ну, кстати, вот тут уже еще один листик готовится. И это чудесно. Так, еще одна аллоказия с этой полочки. Очень ее неудобно доставать. Но я попробую. Это аллоказия Regal Shields. И это, по-моему, переукорененный как раз-таки экземпляр. У меня просто их две. Я экспериментирую. Но вы как раз в другой комнате. Находится вторая. Я вам покажу. И это у меня посажено в кокосовый субстрат с добавлением перлита и угля. В общем, хорошо растет. Лист тоже вроде потихоньку увеличивает. Корней у нее просто туча. Вот вы можете видеть. Очень хорошо растет корни, конечно, в кокосе. Но при этом нюансы, конечно, тоже есть. Посмотрим, как дальше все это будет развиваться. Так, немножко вывернуты листья. Это потому, что она тянется к свету. Очень мне нравится этот сорт. Я считаю ее просто супер неприхотливой. Мне кажется, наверное, вообще Regal Shields одна из самых неприхотливых аллоказий. Рядышком с Regal Shields моя недавняя новинка. Это Sandapsus Silver Lady. Пока не очень хорошо как-то он выглядит. Но я надеюсь, что следующие листья уже будут в порядке. Кстати, здесь два черенка. Вот это один, это второй. Вот здесь тоже листья готовятся. Материнский лист желтеет. Надо будет его уже скоро удалить. Как-то не очень. Как будто бы транспортировку она нормально перенесла. Потому что первый домашний лист, он такой какой-то немножко деформированный. Я, конечно, подозревала трипсов. Поскольку у второго растения из этой посылки я обнаружила трипсов. Но, не знаю, с этим связано или просто реакция на пересадку. Потому что следов укусов как таковых я не обнаружила. Еще один Sandapsus. Это Sandapsus Platinum. Очень нравится сорт. Мне нравится, что у него такая ровная, однотонная заливка. Такая вот какая-то серебристая. И причем мне нравится, наверное, не столько мерцание, сколько, не знаю, какие-то микропрожилки. И то, что вот нет зеленого. Здесь тоже два черенка. Один выдает чуть более мелкие такие листики. Второй более крупные. Вот, кстати, тоже он разворачивает новый лист. Ну, посмотрим, как чего. Пока мне нравится. Очень красивый. Монстера Сильтипикана. Я поставила ей опору, чтобы хотя бы она не слишком мельчила листья все-таки. Я планирую... Здесь всего один единственный черенок. Я планирую срезать парочку-тройку сверху. И сделать такой более пышный кустик. Молодые листья появляются более такими однотонными, что ли. Со временем явственнее проступает вот этот вот серебристый такой рисунок. Мне очень нравится, когда монстера Сильтипикана растет в ампельной форме. Ну, пока нужно подождать еще, чтобы она подросла. И, наконец, последнее растение с этой полки. Я вам показываю все, как есть, без утаиваний. Вы можете видеть вот этот желтеющий листик. Но, кстати, это нормально. Он, в общем, такое естественное отмирание. Это аллаказия Мишольца. Она у меня тоже очень сильно пострадала. Тоже пришлось ее возрождать вообще из ничего. Вот вы можете видеть. Это один из первых таких страшных, вообще супер страшных листов. Но последующий вроде как уже более такие приличные. И я надеюсь, что мы с ней в итоге как-то нарастим большие крупные листики. Потому что в прошлом году у нее уже были прям действительно такие лопушки. Но что делать? Не пережили аллаказии. Вернее, пережили, но не безболезненно перенесли мое вот это вот отсутствие. Я сейчас кратенько вам покажу, что у меня здесь на верхней полке растет. Еще один стендапсус. Это стендапсус экзотика или тереби его еще называют. Он у меня был довольно большим, таким крупным-крупным. Но я что-то как-то психанула. Надоело мне смотреть на полулысые вот эти вот. В общем, на полысевшие вот эти ветви. И я его начеренковала. И вы можете видеть, тут прям стаканчик полный черенков. И это еще только часть. Это я вам уже показала. Это та вот позеленевшая макушка от Philodendron Magic Mask. Тут у меня еще хостатум. Тоже что-то как-то он у меня немножко стал утомлять. Надо его, не знаю, еще, видимо, начеренковать. Но чтобы он стал укрупнять листья, мне кажется, ему нужны опоры. А чтобы он их не портил, еще и влажность высокая. И что-то как-то я не могу ему предоставить такие условия. Так, и последнее растение в сверхней полочке. Это Epipremium Global Green. Такой очень простой. Я его больше воспринимаю как растение, не знаю, для озеленения. Если вам хочется какой-то такой зеленый акцент. Растение, которое неприхотливое, хорошо растет. То вот смело могу порекомендовать Global Green. Так вот он у меня растет в керамике. И, собственно, никаких проблем с ним не возникает. Так, и здесь у меня роскошный совершенно красавчик. Я могу его даже вот так, наверное, поднять. Это мой Замиакулькас Raven. Очень у него красивые листья. Вот не знаю, видно будет или нет. Они прям такого насыщенного, практически черного цвета. Такого темно-зеленого. Он, конечно, лютый просто пылесборник. Вот вы видите, как я его причем недавно носила в душ. Буквально вчера. И вот он уже успел пособирать на себя пыль. Но очень красивый. И тоже я считаю его неприхотливым. Всем рекомендую для озеленения, для каких-то интерьерных решений. Это прям прекрасный вариант. Ну что, друзья, давайте теперь посмотрим растения на этой полочке. В самом-самом верхнем углу у меня там укореняется эпипремум золотистый. Тоже ничего особенного. Самый простецкий. Тут из моих любимчиков эпипремум хэппи лиф. Очень-очень он мне нравится. Классные у него, конечно, листья. И вот последний он выдает просто роскошный. Посмотрите, какая красота. Его я вырастила из двух вообще малюсеньких черенков. И вот можете видеть, что он сейчас такой прям длинный. Его пора уже, конечно, черенковать. Но у меня никак не доходят руки. Рядышком здесь, на следующей полке, растет такая вот маранта лемонлайн. Это всего лишь одна-единственная плесь. Ее, конечно, надо бы начеренковать, чтобы загустить немножко растения. Ну, красивая, контрастная. Есть немножко порченые листики. Ее пришлось переукоренять тоже. Но в целом она сейчас выглядит неплохо. Поэтому все, думаю, будет с ней хорошо. Вообще у меня на этих полках растения, особенно наверху, растения, которые не требуют большого количества, не знаю, моего времени, особого внимания. Короче, растения, которые так вот самостоятельно растут сами по себе. Тут вот у меня такой эпипремном годзилла. Я его принесла со свопа, по-моему, вот одним черенком там в один листик. Ну, он и сейчас, собственно, небольшой. У него, конечно, необычной формы листья. Можете обратить внимание. И это норма. С ним все хорошо. Он не болен. Они действительно вот такой вот странной немножко формы. Так, рядышком с ним... Я даже не буду, наверное, снимать. Это моя церапегия. Обычная, невариагатная. И она... Ну, это несколько черенков от моего материнского растения. Это мой сциндапсус dark form. С темными такими листьями. Очень тоже он такой, мне кажется, стильный. Вот. Но я его вот одной такой единственной лианкой ращу. По большому счету, конечно, хорошо бы, наверное, черенковать. Хотя мне вот в такой форме он даже, может быть, и нравится. Из-за того, что растет ампелем, начинают мельчить листья, но меня, в общем-то, это не напрягает. Так, на следующей полке у меня здесь сциндапсус сильвер энн. Листья разной степени серебристости. Есть прямо практически вообще серебряные. Есть с зелеными фрагментами. Он очень, кстати, острый реагирует на избыточное количество света. Даже я бы сказала не на количество света, а на попадание лучей прямых солнечных. Он начинает сразу же подкручивать листики. Вот. Но сейчас вы видите, что с ним все хорошо. Тут у меня несколько череночков от самого обычного сциндапсуса. Аркреус. Ну, не помню. В общем, вы поняли, как он называется. Надо уже тоже срочно высаживать. Здесь моя новинка недавняя. Это филодендрон медиапикта. Вот. Это как раз-таки тот товарищ, который приехал ко мне с трипсами. И вот если вы посмотрите, на этом листе, на старом материнском, очень хорошо видны вот эти вот повреждения от покусов, трипсов. Я провела, наверное, три обработки. Здесь два черенка. И, кстати, вот деформированный лист. Вот он у меня дома раскрутился. Это все наглядный пример того, как выглядят листья, поврежденные трипсами. Вот он выдал уже парочку нормальных, здоровых. Тут вот он решил уйти в зелень. Но, думаю, ладно, главное, не болел бы. Причем у меня здесь два черенка. И вот этот вот крошечный микролистик, это как раз-таки от второго черенка. Так, и, наконец, еще одно растение с этой полки. Тоже супер вообще неприхотливое, простое. Это арофидафора, этот расперма. Тоже я принесла с того же самого свопа. И это был черенок в один лист. Ну вот вы видите, что, собственно, уже такая довольно длинная плеть. Надо будет тоже его, видимо, это растение начеренковать и как-то там, не знаю, загустить. Но мне, в принципе, нравится, как эта арофидафора растет ампелем. Следующая полочка полностью вообще всецело посвящена хоям. Я не буду сейчас останавливаться на каждом сорте отдельно. То есть вы можете так в целом посмотреть. У меня есть и мелколистные какие-то хои. Есть вот такие вот с серебряными листиками. Это нюгвинея гост. Есть с крупными. Вот еще одна тоже мелколистная. Есть вот такая вот вообще с большущими листами. Вот она, их несколько сейчас растит одновременно. Вот. И санги, кстати, звезда, мне кажется, вообще последних выпусков. Очень приятно на ощупь. Вот. Всякие разные хои. Одних вот можно посмотреть отдельное видео. Там я подробно на каждом сорте останавливаюсь. Давайте посмотрим, что у меня здесь на вот такой вот подставке. Тут всего три растения. Первая из них это моя старушка, вообще совершеннейшая аллоказия Dragon Scale, шкура дракона. Она у меня очень-очень давно. Для меня очень давно. То есть я не знаю, ей года два-три. Три, наверное, уже. Очень мне нравятся листья. Такие красивые. Вот эти довольно крупные, прошлогодние. Вот. Покупала я ее маленькой достаточно. Здесь два растения. Вот эта более крупная. Мне кажется, у него были вот такие, может, мельче листья. Ну, она тоже не очень-то весело пережила мое отсутствие. Сначала мне казалось, что вроде как она держится. А потом чуть-чуть я подумала, что не так с ней. Достала и увидела, что корней там практически нет. И мне вот пришлось ее переукоренять. И вот недавно я ее тут посадила. Но тут пока, ну вот, видно, что она, в общем-то, уже пустила корни. Короче говоря, нормально себя чувствует. Вроде как укоренилась и растит новые листья. Очень надеюсь, что все будет в порядке. Потому что она мне, не знаю, просто даже как память дорога. Это одно из первых моих растений вообще, в принципе. Так, рядышком тут Сингониум. Сингониум, не так давно он у меня появился. Что-то там про ледяное сердце. Несколько у него названий. У него очень интересная окраска. Как написала мне одна подписчица, как будто бы его подъел клещ. Ну, действительно есть такое. Но подъел, я считаю, очень даже красиво. И, на мой взгляд, листик, он, кажется, выглядит как будто бы, знаете, с такими чуть потертостями. И мне это тоже нравится. В общем, такой. И интересный. Я небольшой поклонник Сингониумов. Но вот этот мне нравится. Думаю, как раз-таки отчасти из-за того, что у него не совсем привычная для Сингониумов форма листа. Кстати, еще один готовит листик домашний. Надеюсь, что он будет достаточно жирненьким. И, наконец, последнее растение на этой подставке. Это мой Антуриум Клоринервиум. С такими бархатистыми листиками. Вот. Совершенно тоже, мне кажется, он такой простой. Подходит для тех, кто хочет себе какой-нибудь Антуриум декоративно-лиственный. Но при этом не хочет слишком заморачиваться какими-то особыми условиями. Он у меня пока с фагнами растет. Не знаю. Подумываю о том, чтобы, возможно, пересадить его все-таки в обычный грунт. Ну, в какой-то привычный такой субстрат. Посмотрим. Тут довольно много листьев. Я вам хочу показать молодой. Молодой, последний. Боюсь даже трогать, потому что он еще не до конца вырос. Вот. Очень тоже такой миленький. Вот так. Здесь у меня на окне живет такая вот церапегия. Довольно у нее такие жирненькие листья. Я вот недавно ее пересаживала. Вот. Тоже не без проблем. Но надеюсь, что нормально будет все чувствовать. И, кстати, вы можете посмотреть. Она у меня сейчас цветет. Вот эти вот странные штучки. Это ее цветы. Так это выглядит. Так. Здесь у меня еще на подоконнике сенсвери. У меня их не так много. Но есть вот маншайн. С ней есть проблемы. Нужно, на самом деле, срочно смотреть корни. Потому что она у меня постоянно как будто бы не допивает. Постоянно в каком-то состоянии пересушенном находится. Короче, нужно смотреть корни. И, возможно, заново их наращивать. Также тут вот такая вот крошка. Это совершеннейшая вообще такая миниатюрка. Я бы сказала, моя единственная ктенанта. Тоже недавно она у меня появилась. Можете видеть, что она вот растит. Много-много тут вот этих трубочек раскручивает. Это новые листики. Короче, пока смотрю на нее. И еще хочу вам показать тех, кто у меня живет на подоконнике. Это колладиумы. Вообще, одно из таких, на мой взгляд, интереснейших растений. Очень мне нравится. Не знаю, слышали вы или нет. Знаете о том, что это клубнивое растение. И зимой она уходит в спячку. Сбрасывает свои вот эти вот прекрасные листья. Вот, а весной возрождается. Вот только посмотрите. Это просто вообще красота. Он такой лист довольно тоненький. Практически прозрачный. Ну, так вот просвечивает. Это сорт Строберестар с такими розовыми. Крапинками. Вот этот совершенно полностью белый. С зелеными прожилками. Очень мне нравится. Вот посмотрите только. Вообще, по-моему, это совершеннейшая красота. Так, и сейчас покажу вам, какие еще у меня есть сорта. Ну, так, кратенько. У меня там еще что-то не проснулось. Что-то проснулось. Вот, есть еще такой у меня горшок. Здесь вот такой довольно привычный, простой сорт. Не особо любимый мною. Вот такие у него крупные тоже лопушки. С такой розовой насыщенной серединкой. Также здесь у меня колладиум с зелеными листьями и крапинками. Это, по-моему, Флорида Клаун называется, если я не ошибаюсь. Такие вот у него ушки у этого листа. И всякие разные крапинки. Еще один маленький колладиум Каролин Вортон. И сейчас, не знаю, видно будет или нет, раскручивает лист. Один из моих вообще любимейших сортов. Вот, может быть, так будет видно. У него очень красивый цвет. Он не розовый. Он не чисто розовый. Он какой-то из персикового. И с каким-то таким красноватым, что ли, не знаю, таким оттенком. Очень классный. Называется Фестивия. Но, в всяком случае, я покупала под таким названием. Еще одно растение. Это такой вот эпипремный Марбл Квин. Он у меня стоит прям на шкафчике. Высоко-высоко. Мне пришлось даже залезать на стул, чтобы вам его показать. Очень даже он сейчас неплохо выглядит. Такие у него листики. И еще один эпипремный, который у меня растет довольно далеко от окна. И чисто несет такую декоративную вообще функцию. Это эпипремный Неон. Так вот он выглядит. Давайте теперь посмотрим, что же у меня здесь растет. Во-первых, вот такая вот аллоказия медная. Тоже она у меня очень давно. Старушка. Очень, на мой взгляд, неприхотливая. Довольно-таки простое растение в уходе. Недавно ее пересадила. Вот вроде неплохо она себя чувствует. Вот новые листики выдает. Еще один новый. Молодые они такие, знаете, прям какие-то глянцевые, насыщенные, получается, по цвету. И с возрастом лист немножко вот так темнеет. Вот. То есть молодые прям совсем такие медного-медного оттенка получается. Следующее растение, которое мне очень тоже нравится, прям очень люблю, это каудексное растение. Стефания эректа каудекс. Это вот такая вот картошина, в которой растение накапливает влагу для того, чтобы в период покоя, ну или там засухи, оно могло как-то существовать. Вот. Такие у нее очень красивые листики. Они практически, ну почти идеально круглой формы, с тонкими белыми прожилками. Просто чудесные. Рядом с ней расположилась Алаказия. Это второй экземпляр моей Регл Шилдс. И вот ее я посадила эксперименты ради в Личузу. Знаю, что мнения очень разные по поводу этого субстрата, но мне было любопытно попробовать. И пока она растет неплохо, и даже листьев у нее на один больше, чем у той. Ну, в общем, не знаю. Наверное, вряд ли получится у меня сделать какие-то прям выводы. Но растения, в принципе, чувствуют себя неплохо. Так, рядышком тут мой филодендрон Вирукозум, который с бархатными листьями. Вот видите, что он тоже пострадал. Мне его пришлось переукоренять. Тоже он был подзалит. Я его в итоге переукоренила, начеренковала и посадила в один горшок несколько черенков. Поставила на опору. Ну, пока вроде неплохо все чувствует. Буду надеяться, что будет он врастать в эту опору и укрупнять листья. А рядышком бегония макулата. В принципе, довольно такое известно распространенное растение с вот этими вот горошинами. Тоже, на мой взгляд, несмотря на то, что оно такое простое, оно очень даже декоративное. Если вам нравится горох, горошек, то очень рекомендую эту бегонию с такими вытянутыми листиками. И листики не совсем такой правильной формы. То есть, один от другого отличается. И этим она тоже интересна. Мой филодендрон глориозум. Тоже я его не так давно купила. Здесь, как я поняла, не сразу есть основное растение. И вот детка. Детка немножко портит листья. Влажности как будто не хватает. Но ничего, думаю, что тоже как-то со временем мы полазим. Он такой стелящийся. И вот вы можете видеть. То есть, он не наверх карабкается, этот именно филодендрон. А вот так вот стелется по земле. Поэтому я его в такой вытянутый горшок и посадила. Еще одна стефания. Это стефания нова или кавасаки. На мой взгляд, у нее более такой фактурный, более интересный каудекс. И немножко другой способ роста. Если стефания эректа растет лианой, то кавасаки, она вот просто таким образом растет листья. Их может быть несколько в разных местах, насколько я понимаю. Но вот у меня пока листик один. И у нее очень красивый оттенок. Но вот по этому листу сложно судить. Поскольку этот лист похож уже, знаете, на такой увядающий. Поскольку она ко мне приехала. Я не знаю, сколько до этого она там росла. Ну и в принципе транспортировка это всегда стресс для растений. Поэтому я, в общем-то, была морально готова к тому, что эта стефания может отсушить листик. То есть в этом нет ничего странного и страшного. Одна из моих любимец, вообще красотка, просто совершеннейшая. Монстера Альба. Тоже распространенная достаточно. При этом кто-то ее продолжает считать растением коллекционным. Но тут можно, не знаю, бесконечно вести споры. У нее мне очень нравится пестролистность, генетика, как мне кажется, очень даже неплохая. И выдает она мне листы с вот большим количеством белых вот этих фрагментов. Просто чудесная. Вот, посмотрите. Покупала тоже черенком. И вот она нарастила довольно много листьев. Давайте теперь я так быстренько покажу, что у меня за растения на верхних полочках. Они тоже, знаете, больше декоративную роль несут. Поставила туда то, что довольно неприхотливо, растет хорошо. И особо там не досвечивала я зимой. Это первый лот. Филодендрон Бразил. Довольно тоже популярный. Вот у него такие разные листики. Одни могут быть вот, есть такие прям в зеленом шли. Но после этого он, кстати, вот прекрасно выдает пестрый лист. Еще тут пестрый листик. Есть уже практически салатовые. Короче говоря, по-моему, вообще совершенно беспроблемное растение. У кого-то, конечно, может давать более крупные. Но у меня, в принципе, был черенок с не особо-то большими такими листиками. Ну, посмотрим, что будет летом. Рядышком еще один филодендрон. Тоже я его ампелем ращу. Это филодендрон Миккенс. С такими бархатистыми, коричневыми-зелеными листиками. Тут довольно много черенков. Я его тоже недавно пересаживала. Подсаживала к материнскому растению укорененные черенки. И вот, собственно, получила то, что получила. Очень красивый. И второй эпипременум Марбл Квин. Посмотрите, какой он отрастил просто легендарную плеть, я считаю. Только посмотрите, я вам сейчас покажу просто размер листа. И это растение, которое живет в ампельной форме. То есть оно не карабкается по опоре. Может, конечно, провод воспринимает как опору, но не думаю. Часть листьев у меня вот здесь вообще практически в зелень ушли. Но при этом вот сейчас я вижу, что снова выдает такие вот пестренькие. В общем, такой вот прекрасный. Очень тоже, на мой взгляд, простой. Хотя кто-то жалуется на него. Но мне кажется, его главное не заливать и сделать прям супер рыхлый для него субстрат. И еще один филодендрон с вот этих верхних полочек. Так постараюсь вам показать. Это филодендрон лемон лайм. Довольно, кстати, стало мне крупные листья выдавать. Вот вы можете видеть, вот рядом с моей рукой. Прям, мне кажется, они очень даже хороши. У него красивый такой оттенок. Он какой-то такой, знаете, неоновый. Молодые листики, они чуть более такого оранжевого какого-то цвета. Короче говоря, вот такой, вот такой симпатяга. Такой вот филодендрон лемон лайм. Нужно мне, конечно, все эти ампельные уже мои растения черенковать. Но вот все никак, руки не доходят. И, наконец, давайте посмотрим, что же у меня на вот этом деревянном стеллаже. Здесь у меня, во-первых, вот такой вот филодендрон кобра. Кто-то называет еще монстерой, но не знаю. Мне очень нравится тоже у него вытянутые такие листики. Вот, кстати, уже хочет пить. В принципе, пора его пересаживать. Довольно быстро стал просыхать грунт. Это говорит о том, что корней там уже много и становится тесновато растению. Я его ращу тоже ампелем, поэтому, конечно же, он у меня мельчит. Листики, но я хочу все эти плети срезать и укоренить. Ну и там уже дальше будет видно. Но вообще, конечно, если поставить ему опору, то листья будут более крупного такого размера. Тут у меня укореняется пиле эпиперамиевидная, тоже моя многострадальная. И рядышком такой вот микс из эпипремномов. Тут у меня эпипремном неон. На кухне, кстати, тоже есть большой экземпляр. Эпипремном марбл квин. И, по-моему, здесь все золотистые. И глобал грин. Короче, всех я сюда посадила. Ну и вот как-то так это выглядит. Не знаю, насколько они тут счастливы. Но выглядит вот так. Следующее растение с этого стеллажа моя пипероми арбузная. Вот вы можете посмотреть, какая она сейчас большая. Есть, конечно, несовершенные листья, но есть вот такие вот прекрасные крупные. Но вообще это растение у меня выращено из черенка в два листика. Ему тоже много лет. И всякого он у меня пережил. И трипсов, и переукореняла я его несколько раз. Поэтому в целом, можно сказать, это успех. Что сейчас эта пиперомия у меня выглядит вот так. Думаю, что скоро ее, наверное, придется пересаживать. Мне кажется, что очень уж там много черенков становится ей тесно. Но довольно такой пышный кустик. И вот так вот он у меня выглядит. Рядышком моя Маранта Бьюти Ким, которую я вот в последнее время уже миллион раз, мне кажется, показывала. Тоже довольно, она такие крупные лопушки нарастила. Есть такой вот пестрый один черенок. Прям вообще много желтенького. Короче говоря, вот такая вот Маранта. На следующей полочке у меня тут, наверное, единственная, нет, не единственная, вторая Хоя в этой комнате. Это Хоя Лаконоза Супер Эскимо, Супер Сильвер. По-разному ее называют. Такие вот у нее серебристые листики. При этом у меня они практически полностью вообще залиты серебром. Вот новые растут. Короче говоря, очень тоже такая несложная, простая. Уже цвела у меня. Вот у нее два цветоноса. Ну вот с одного, кстати, она недавно сбросила бутоны. Ей не очень понравилось, что я ее тут, видимо, переставляла. Еще одна моя Алаказия. Это Алаказия Фрайдек Варегатная. Вообще совершеннейшая красотка. Моя мечта сбывшаяся. Очень у нее классная, конечно, пестролистность. Я пока что ищу еще к ней подход. То есть я вижу, тут есть огрехи какие-то с моей стороны. Вот залив, может быть, чуть-чуть. Но в целом вроде ничего. Пока мы ладим. И последний лист, посмотрите, какой он нам выдал. Очень красивый. Он уже имеет тоже такую более выраженную форму. Такой вот волнистый край. Более вытянутый. И очень она, конечно, супер просто пестролистная. Вообще очень красивая. Там укореняется моя тоже пострадавшая Рейндроп. Надо уже пересаживать ее в скором времени. И рядышком вот такая вот еще одна Маранта. Это Маранта Светлые Вены или Фэнтези. Вот на этом листике, думаю, будет вот на этом. Хорошо видно, почему она называется Светлые Вены. У нее такие светлые желтые прожилки. Не знаю почему, но вот некоторые листики у меня как будто бы стали терять вот эту вот пестроту. Но я жду вот новых. Посмотрим, какими они раскрутятся. Есть, кстати, вот такие вот маленькие, тоже очень милые. Она, кстати, совершенно не любит, тоже не выносит прямые солнечные лучи. И сразу же начинает подкручивать листья. И она тоже была переукоренена. Пострадала в период моего отсутствия. Но, к счастью, растение удалось сохранить. Так, на следующей полке. Тут у меня Антуриум Дорояки. Тоже не так давно он у меня появился. Тоже я тут пока ищу подход, присматриваюсь, где-то косячу. Вот какие-то несовершенства на листиках. Это как раз-таки свидетельство того, что где-то я не очень была внимательна и, не знаю, с поливом. Ну, в общем, есть сложности. Тут две точки роста. Или, не знаю, может быть, это детка просто. В общем, вот это растение второе, маленькое. И вот это основное. Это, кстати, уже домашний листик. Вроде, слава богу, готовят там, не знаю, видно, не видно. Готовят еще один. Надеюсь, что не будет сушить. Но посмотрим. Еще один филодендрон. Филодендрон маме. Я покупала его в закупке. Он приехал, конечно, вот мне достался таким несчастным, покоцанным. Пришлось мне даже подрезать какие-то края ножницами. Но выдал два домашних листа. Вот первый и второй. И вроде как они уже в порядке. И корней, кстати, у него тоже уже там нарастил много-много. Видимо, придется мне его. Вот можете видеть, в скором времени уже прям пересаживать. Еще одна маранта, которую тоже, я считаю, одной, наверное, из самых красивых. Она, может быть, не очень распространенная, но просто потрясающая. Это маранта массанджа. У нее такие прям темно-темные листья. Зеленые, с каким-то голубоватым таким оттенком. Смотрите, какой она вот этот вот большой лопушок. Это вот ее свежий лист. Она вот выдала уже дома. Короче говоря, я просто в восторге. Вот еще раскручивает. И второй черенок, он тоже мне выдал домашний лист. Короче говоря, очень красивая. Такие листья у нее крупные. И вот этот вот оттенок темно-какой-то коричневый с фиолетовым и с холодным таким зеленым. Очень красивая. Еще одна маранта, которая у меня появилась совсем недавно. Это Silver Band. Вот с ней пока не очень как-то все понятно. Как будто бы не очень хорошо она себя чувствует. Что-то ей и то ли ей транспортировка не понравилась. Ну, в общем, с ней я пока так и так не присматриваюсь и пытаюсь найти общий язык. Это мой Spotifilum в регатной. Тоже купила совсем-совсем крошкой. Вот. Но мне нравится, что у него такие чуть жатенькие листья. И, конечно, то, что они не чисто зеленые. Не чисто зеленые, а такие вот пестрые. Ну, посмотрим. В общем, надеюсь, что через несколько лет это будет большой куст. Ну что, друзья, всегда хочется сделать идеальное видео, но что-то пошло не так. Случился сбой с микрофоном. И этот небольшой фрагмент я вынуждена озвучить вот так поверх уже отснятого видео. Здесь у меня подоконник, на котором растет фикус Шривериана. Вот выдает новые листики, нормально себя чувствует. И также Хоя Кентиана Вариегатная. Недавно я тоже ее показывала в обзоре. Ссылку на обзор Хоя оставлю в описании под видео. И также как ссылку на свой телеграм-канал. Там бывают какие-то растения. И я показываю чуть чаще или даже раньше, чем здесь у себя на канале. Еще один мой старичок. Это замиакулькас. Самый обычный, зеленый, вообще беспроблемный. Покупала растения в 2-3 листа, наверное. Сейчас это уже прям целый горшок листьев. Можно сказать так. Еще у меня здесь находится такая вот подставка на 3 растения. Давайте посмотрим, кто здесь. Вот такой вот вариегатный спатифилум. Тоже немного он у меня пока восстанавливается. Потому что его то засушивали, то заливали. И вот сейчас я пытаюсь вернуться к какому-то сбалансированному уходу. По соседству с ним расположился филодендрон. По-моему, это педатум. Я все время путаю названия. Педатум негидаровидный. И хотела я одно время его продать. Казалось мне совершенно скучным, каким-то таким монотонным. Но, не знаю, вот в последнее время как-то он меня стал радовать. Тут много черенков. Я его в свое время начеренковала, загустила. И, в принципе, сейчас именно для озеленения пространства, мне кажется, это прекрасное растение. Вообще неприхотливый филодендрон с такими врезными листьями. И, наконец, третье растение с этой подставки – это мой сингониум милконфетти. Были с ним сложности. Вы можете видеть вот этот лист недораскрученный зимой, в начале весны. Не знаю, то ли питания не хватало, то ли света. Я его пересадила. И, к счастью, сейчас он выдает такие вот прекрасные, раскрученные, довольно крупные листики. И все с ним в порядке. Ну и, наконец, последний подоконник. Я сюда сейчас специально составила несколько растений. Они у меня вообще в разных местах находятся. Но я решила пусть покажу их вам вот так вот вместе. Это сансиверия киркиблю. Тоже не в идеальной форме. Но в целом это, кстати, детка. Детка вообще прям хороша. Сансиверия массониана. Массониана мне очень нравится. До сих пор нравится как одним вот таким вот широким листом, так и с детками. Ее, конечно, пора уже пересадить. Она, вот видите, выдала вторую уже детку. В принципе, хорошо растет. И вот это, по-моему, сансиверия тульмикада, как-то так она называется. Тоже пересушили ее немножко. И мне вот пришлось ее потихоньку отпаивать. Но в целом, мне кажется, она уже неплохо себя чувствует. Так что будет жить. Ну и последний товарищ на этом подоконнике. Это самый вообще обычный фикус. Фикус-белис, по-моему. Так он выглядит. Тоже есть у него несовершенства. Вот эти вот листики. Это вот все свидетельство тоже того, что были заливы. Либо засушивали, потом заливали. Немного пострадало, опять же, мое отсутствие. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»